Благовещенец Денис Носов в соревнованиях РДС Восток будет участвовать уже во второй раз. Тяга к машинам появилась у него еще в 10 лет. Тогда он занимался в центре картинга. Десятилетия спустя получил права, купил машину и провел ее полный апгрейд. Позже понял, что тюнинг авто должен быть с какой-то целью. Например, спортивной. По стечению обстоятельств, скажем так, ко мне в руки попала еще одна Мазда. Моя первая спортивная машина была Мазда. Еще одна Мазда. И она строилась в течение трех лет для дрифта. Потому что это был 2008-2009. Это было, так сказать, зарождение этой культуры в России. И поэтому было принято строить ее для дрифта. За 4 года я ее построил. И 2 года назад первый раз... Нет, 3 года назад я первый раз выступил на местных соревнованиях. И 2 года назад первый раз я выступил на РДС. Он пробовал участвовать в ралли и соревнованиях тайм-атак, но понял, что лучше дрифта ничего нет. Сейчас, признается, живет автоспортом. На спортивном автогонщика из родных деталей остался только кузов. Для того, чтобы собрать эту машину, как-то мне подвернулся запасной. Еще один кузов для... Ну, точно такой же, да. Я взял его на запчасти. Но спустя 2 года я понял, что в моей машине уже столько тюнинга, что я могу собрать машину, купленную на запчасти. И сейчас она у меня готова для зимнего чемпионата. Авто Ивана Конищева тоже практически готово к предстоящему соревнованию. Гонщик участвует в дрифте уже 3 года. Практическое строительство авто, говорит, началось только сейчас. Мой автомобиль построен на базе Toyota Mark II. Из родного остался только кузов, панель и механическая коробка передач. Остальное, в принципе, все доработано, переделано. Новый мотор, каркас безопасности. Организаторы РДС «Восток» рассказали, соревнования впервые состоялись во Владивостоке в 2009 году. Затем прошли в Хабаровске. И вот, наконец-то, почти десятилетие спустя, дрифт добрался до Благовещенска. Правда, говорят, организаторы с собой не смогли привезти все необходимое оборудование. Транспортные расходы слишком велики. К сожалению, мы из-за огромного расстояния, из-за очень больших расходов, мы не везем сюда трибунные конструкции. Но надеемся, что мероприятие все равно пройдет хорошо. Мы сделаем все максимально возможное для того, чтобы было комфортно и интересно зрителю. Соберем обратную связь от них. И я надеюсь, что событие станет регулярным, ежегодным. И уже на будущий год мы повысим качество сервиса для зрителя. В соревнованиях будут участвовать около 20 пилотов из Приморья, Хабаровска, Петропавловска, Камчатского, Благовещенска. Накануне соревнований участники состязаний провели тренировочные заезды. Правда, Благовещенская погода должного гостеприимства гонщикам не проявила. Благовещенск не перестает нас удивлять. Одни сюрпризы. Своей красотой. Надеюсь, они скоро закончатся. Тем не менее, гонщики не расстраиваются. Непогода, вполне возможно, сделает соревнования даже зрелищнее.